Ваших детей нигде не ждут. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. В Конго арестован друг Лукашенко и широко известный в Африке торговец-оружиен Зигман. Там он встречался с бывшим президентом страны Кабиллой. По одной из версий, Зигман предлагал бывшему президенту купить оружие. Только вот для каких целей, мы можем только догадываться. Зигман работает в Африке уже много-много лет. Сотрудничает с президентами 15 африканских государств. Местная пресса обвиняет его в продаже оружия в Зимбабве и Замбию. Также говорят, что он связывал российских поставщиков оружия с африканскими покупателями. Лукашенко давно славится незаконной продажей оружия. Считается, что Беларусь, на душу населения, одна из самых огромных стран по поставке оружия. И много раз я напоминал о том, что по закону мы являемся нейтральной безъядерной державой, которая не имеет права не участвовать в ОДКБ с Россией, не торговать с кем-либо оружием. Лукашенко получается международный бандит. Кстати, пока я записывал этот выпуск, пришла информация, что МИД Беларуси оказывает помощь вот этому вот самому Зигману, продавцу оружия, которого недавно арестовали. Вот и все. Все пазлы сложились воедино. Беларусскому народу МИД помогать не хочет. Беларусам МИД помогать не хочет. А торговцу оружием МИД помогает. Это не власть. Это реальные террористы и экстремисты. Не МКБ, не Нехта, не Матольха, а Лукашенко и его приближенные. Они настоящие террористы и экстремисты. В Беларуси назначили нового председателя Следственного комитета. И он, придя на новую должность, тут же придумал нововведение. Теперь, если за беларуса заплатят штраф фонд, то штраф нужно будет оплачивать беларусу. По-новому. Беларусской нелегитимной власти мало двойного налогообложения. Мало декрета номер три. Мало избиений и убийств. Так они еще и приняли решение, что с беларусов возможно дважды снимать штрафы. В каком конкретно законе это прописано, естественно, никто не уточнял. Иногда недозакону. Так как законы работают только для беларусов. А для диктатора и его банды законов не существует. В Витебске на спецавтобазе проходил митинг. Забастовка. Неполитическая. Из-за маленьких заработных плат. Так в эту ситуацию подключился местный прокурор, который дал задание чинушам не поднять заработные платы, не улучшить условия труда рабочих, а контролировать и отслеживать протестные настроения. И в случае, если протестные настроения будут нарастать, пресекать их тут же. И не нужно говорить, что все забастовки политические, и именно поэтому не выполняются их требования. В Беларуси для беларусов требования в принципе и априори не выполняются. Потому что 26 лет Эта власть шла к геноциду беларусского народа. Она крала деньги у беларусского народа и крала деньги у соседних государств под гарантией беларусского народа. На сегодняшний день мы должны всем. Мы с вами, беларусы, должны. Уйдете, непалый диктатор, нам все равно придется отдавать эти долги. Нам их никто не простит. Нет меценатов, которые будут просто так раздавать эти деньги. Вот так решаются вопросы в Беларуси. Вместо того, чтобы поднять заработную плату трудящимся, их ставят на контроль целый прокурор города. Вот чем занимаются прокуроры в Беларуси. Схватили Анжелику Варис. Она является председателем Союза поляков. Задержали Козлова и многих других людей перед нем воли. Ну вы же помните, что протест сдулся, протеста не будет. Более 15 заявок на день воли были отклонены. А я напоминаю, что Конституция дает нам полное право проводить мирные массовые мероприятия, высказывать свое мнение и убеждение. А власти обязаны предоставить нам эту возможность. Но Лукашенко настолько наплевал на закон и Конституцию, что просто кидает какие-то левые отписки. Вы только подумайте. Власти говорят, что они имеют право разрешать или запрещать митинги. Давайте представим, что кто-то из нас имеет власть. И против вас кто-то собирается митинговать. Естественно, вы не разрешите. Именно поэтому в Конституции было вписано, что у народа есть такое право. И власть запрещать не имеет права. Ни митинги, ни шествия. Лукашенко извращает закон, плюет на Конституцию белорусский народ. Именно поэтому мы должны выгнать этого старого деда из своего насиженного трона. В Беларуси закрыли все магазины с национальной символикой. Хватают людей, которые дома пытались сделать БЧБ-флаги, БЧБ-ленты. Садят по уголовным делам и навешивают кучу административных дел. Зваливают штрафами и не дают возможности функционировать. Дабы полностью искоренить белорусскую национальную символику с улиц Беларуси. Но все не так просто. Убирая одного, появляются два. Я в Телеграме опубликовал пост, где дал ссылки, где вы можете приобрести хитрые кружки, красивые флаги, ленты, кофты и майки. Нет состава преступления. Такая формулировка звучала, когда один из недокарателей ударил женщину с правой, повалив от одного удара ее на землю. Сломал челюсть, повредил еще какие-то части тела. Состава преступления нет. Но вот когда женщина зацепила плечо, недоумка, озаренка, тут же проводят суд, ну и пытаются, естественно, повесить на женщину все смертные грехи. Вот так работает власть. Она отчетливо говорит, что закон не для всех. Вонючих пропагандонов трогать нельзя. Они под защитой синепалого кровавого диктатора. Они же промывают нам, за наши же деньги, мозг. Озаренок же, он же совершенно неадекватный человек. Борьба с цифровой диктатурой. Как белорусы разрушат электронный концлагерь? Григорий Озаренок и эксперты. Тайные пружины политики. Он даже на этом суде, который проходил над женщиной, сидел как нездоровый пионер. Он на телевидении в своем костюме выглядит, как вещает про историю, которую не знает, либо знает, но искажает факты. У него на эфирах появляются петли непонятной его наклонности. Возможно, они и готовятся к будущему. Но поверьте, мы к таким методам прибегать не будем. В Новой Беларуси, в свободной и светлой Беларуси, все будет по закону. Независимо от того, что лично я и многие белорусы вас просто ненавидят. Но в Новой Беларуси мы будем все делать по закону. Но закон должен быть законом, а не ошушениями, как у вашего старого недоразвитого деда. Продолжается суд над Виктором Бабарико. Сегодня в суде Виктор Бабарико потребовал отвод от судьи за нарушение его прав и свобод. Чтобы вы знали, отвод рассматривает тот человек, на кого и подается этот самый отвод. И, естественно, Виктору отказали в данном ходатайстве. Это как с Лукашенко. Ни один белорус не имеет права оспорить закон Лукашенко, даже если он противоречит Конституции, ну, либо здравому смыслу. Это имеет право сделать только сам Лукашенко. Как вам такие законы? Как вам такое государство? Мы надеемся, что Виктор Бабарико будет на свободе уже в ближайшее время. Это человек, который знает, что такое экономика. Он умеет руководить коллективами. Человек, который не боится новых технологий и новых экспериментов. Человек, которому белорусы доверились. И он должен быть на свободе. Как и все остальные политические заключенные. А их на сегодняшний день 288. Свободу политическим заключенным. Пишем в комментариях хэштег Свободу политическим заключенным. Пускай будет 100 тысяч комментариев с этим хэштегом. Система образования Система образования уже давно не является системой образования. А является системой пропаганды над маленькими детьми. В школе 49 города Минска детей в пятом классе под роспись ознакомливали с нововведениями в административный кодекс. Вот такую вот бумагу заставляли подписывать 11-летних детей. А я напомню. 49-я школа Это та школа, в которой директор была фальсификатором на выборах. Чтобы вы понимали, у родителей даже не спрашивают. Можно ли ознакомливать детей с тем или иным документом? Можно ли заставлять детей подписываться под тем или иным документом? Добрались до детей. Белорусы. Мы должны срочно это остановить. Они добрались до самого святого. До наших с вами детей. Мы не имеем права этого допустить. Наши дети. Наше будущее. Руки прочь от наших детей. Синепал и диктатор. И все прихлебатели. Или заблюды. Этого диктаторского режима. Не доводите белорусов до греха. Дети. Это святое. Учителя и директора. Прежде чем давить на наших детей, дважды подумайте. Белорусское терпение не безгранично. У нас пополнение. В числе белорусских экстремистских каналов пополнение. Моя краина Беларусь и каратели Беларусь попали в этот список. Именно поэтому, друзья, я оставлю ссылку на эти каналы в описании. И попрошу вас, каждого из вас подписаться на эти каналы и следить за информацией. Как показывает практика, если лукашенковские недовласти ставят клеймо на какой-либо интернет ресурс, что он является террористическим, либо экстремистским, значит этот канал действительно делает много полезных дел для белорусского общества, для независимости Беларуси. Именно поэтому ссылки на каналы в описании, подписываемся и следим. Нехта, моя краина Беларусь и каратели Беларусь. Ссылки в описании. Обязательно на зло этому синепалому диктатору подписывайтесь на эти каналы и следите за информацией. Я заметил, что Соединенные Штаты Америки все активнее и активнее включаются в поддержку белорусского народа. Но нужно помнить, что белорусам нужно рассчитывать только на себя. Если нам будут помогать развитые страны в нашей с вами борьбе за свободу, то это будет приятным бонусом для белорусского народа. За нас с вами никто ничего не сделает. Именно поэтому мы должны бороться и бороться до конца. Нам не нужно с вами придумывать велосипеды и самолет. Нам нужно просто объединиться. Ну а теперь новость, которую я назвал минута ненависти. Да-да, вы не ошиблись. Минута ненависти. Белорусских медиков официально, документально заставляют смотреть выступления Лукашенко в Хатыни. Заставляют. Документ даже есть. Вот он, пожалуйста, смотрите. Друзья, у меня огромная к вам просьба. Если вы знаете хоть одну антиутопию, еще абсурднее, чем то, что происходит в Беларуси, напишите название этой книги, я хочу ее почитать. Еще одна компания отказалась спонсировать диктаторский режим Лукашенко. И это прекрасно. Спасибо огромное диаспорам всего мира за то, что вы обращаете внимание на то, что происходит у нас в стране. Спасибо, что вы переживаете за то, что происходит в Беларуси. Огромное спасибо всем белорусам, которые не ленятся, пишут письма, жалуются на те или иные компании. Потому что вместе, привлекая внимание к любой проблеме, мы можем решить все. Ни одна компания в мире не готова спонсировать Лукашенко, если весь белорусский народ запретит это делать. Ни одна компания не захочет таких денег, потеряв такую огромную репутацию. И все, что нам нужно, это быть вместе и объединяться. Это та таблетка, о которой я говорю всегда. Объединение. Солидарность. Нам попал документ, в котором говорится о том, что нужно перед 25-м числом на прилегающей территории железной дороги удалить все надписи. Ну, несанкционированные надписи. Но еще ни одного документа мне не попало в руки, где нелегитимная власть говорит ЖКХ, что нужно убрать подъезд хотя бы раз в год. Или навести порядок на прилегающей территории жилых домов, где живут белорусы. Или сделать капитальный ремонт в центре города Гомеля, где нет канализации и водопровода. Я делал об этом ролик. Таких документов у меня нет. Зато все чаще и чаще мне приходят документы о том, что наших солдат отправляют в Сирию, что нужно удалять какие-то надписи возле железной дороги. Вот такие документы попадают нам в руки. Хотя, чем тупее законы, тем ближе крах империи. Золотые слова. Замминистра МЧС приезжал к студентам промывать им мозги. Вопрос. Какое отношение МЧС имеет вообще в принципе к политике? Это люди, которые должны и помогают белорусскому народу. Но после 9 числа они превратились в таких же карателей или из-за блюдов Лукашенко. Ребята, у вас там огромное количество достойных мужиков, которые сделали так много добра белорусскому народу. Прекратите позволять издеваться над собой и над белорусским народом. Такие вот замминистры уничтожают вашу репутацию и настраивают белорусский народ против вас. Еще пару походов такого вот замминистра к детям в учебные заведения. И белорусский народ восприравняет к тем же карателям, у которых уже нет шанса отмыться от этой грязи и ненависти белорусского народа. Главное управление образования Гомельского облсполкома пришло распоряжение отчитываться до 25 числа каждого месяца о проведенной пропагандистской работе. В общем, почитайте документы. Более интересен второй лист приложения. Можете нажать на паузу и почитать. Также в Гомеле начали распространять документы о принудителем распространении лотерейных билетов. Вот это бизнес. Белорусский народ оплачивает заработные платы и содержание этих всех чиновничьих недоумков. Так эти тунеядцы создали крутейшую бизнес-модель. Создали лотерею. И в принудительном порядке распространять эти лотерейные билеты нам с вами. Екатерина Снытина, капитан баскетбольной команды Беларуси, сказала о том, что она не хочет быть частью этой пропаганды. И не будет участвовать больше за национальную сборную Беларуси. Я принял решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси. Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу представлять Беларусь на международной арене в то время, когда мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям. Когда людей беззаконно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники не утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт это пропаганда режима. И я не намерен быть ее частью. Так спортсменка достойнейше дала ответ белорусским нелегитимным властям. Вот поэтому я вчера и спрашивал, а какие именно спортсмены поедут в Токио? Минск готовится к Дню Воли. И незаконная власть ставит ограждение по всему городу. А я напоминаю, что власти говорили о том, что протест сдулся. И вообще тех протестующих 20 человек. Так чего же они боятся? Они боятся белорусского народа. Потому что, что бы они ни говорили, они прекрасно знают, где и за кем большинство. Кстати, у меня спрашивали, как же выглядят эти письма счастья за непройденный техосмотр. Вот так. Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям. Да, действительно, рост, скажем, общего объема долга, он присутствует. Но надо сказать, что это в основном-то рост долга в белорусских рублях. Вы знаете, что у нас произошло определенное ослабление курса. Поэтому вот с точки зрения какой-то массы долговых обязательств, которые мы вот тут набрали, там, значит, и вот не знаем, что с ними делать. Или направим их на какие-то не совсем хорошие цели. Общий объем долга на уровне 21 миллиарда долларов. С учетом того, что мы привлекали заимствование на атомную станцию, на инфраструктурные проекты. И, в принципе, мы потихоньку рассчитываем. Должны при этом помнить, в Беларуси сегодня нет и никогда не будет олигархов. По крайней мере, при нашей с вами власти. И каждый должен получать за свой результат. Все. 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 ТО. Все. Все. Кто сегодня не работает. ДОЛЖНЫ. БЫТЬ. изучены им должна быть предложена работа основа всех этих так называемых протестующих люди с криминальным прошлым и сегодня безработные нет работы за жгуляй дядя по улицам и проспектам и Субтитры сделал DimaTorzok Поддерживайте родных и близких политических заключенных. Пишите письма, распространяйте информацию, расклеивайте листовки и фотографии политических заключенных по всей стране. Мы не должны забывать тех героев, которые боролись и борются за нашу с вами свободу. Распространяйте информацию, ставьте палец вверх, пишите несколько комментариев для продвижения видео в ТОП. Подписывайтесь на канал. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Друзья, специально перед Днем Воли мы подготовили для вас большой материал. Сегодня в 18.00 он выйдет у нас на канале. Поддержите нас лайком, комментарием и репостом. Распространите этот материал, чтобы каждый беларус смог его посмотреть. Спасибо, что остаетесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова